Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики! Сегодня будем выпекать вот такой оригинальный пирог с сыром, очень вкусный, из славянской кухни, по гачо называется. Готовится просто, я не скажу, что там красивый он, но готовится не так уже и сложно. Получается очень вкусный, пышный пирог, так что давайте готовить! Для приготовления пирога понадобится 250 мл тёплой воды, 15 г свежих дрожжей или 10 г сухих дрожжей, 6 столовых ложек растительного масла, 1 яйцо, столовая ложка сахара, чайная ложка соли и 600 г муки. Я отвесила столько, а там уже как пойдёт, больше или меньше. Так, вливаю тёплую водичку сюда, в миску дрожжи, разводим дрожжи, сахар. Я буду делать на опаре тесто, оно тогда легче подходит и вообще лучше тесто, мне нравится лучше. Ну, можете сделать, сразу замешайте, на опаре я говорю, тесто как-то лучше получается. Так, замешаем опару, немного муки возьмём, обязательно просеиваем. Размешиваем, можно и всю муку. 150 г я отвесила муки, она вся и пойдёт. Вот, такая густая сметанка, типа густой сметаны. Соль не даём в опару, ни масла, ни соль. Накрываем полотенчиком и в тёплое место, где-то на полчаса опара подойдёт у нас. Прошло полчаса, вот опара, видите, разыгралась, поднялась. Будем замешивать тесто. Вливаем яйцо, соль, растительное масло. Немного оставим из этого количества, чтобы замешать тесто ещё. Муку добавляем. Тесто опара просто дышит. Замешиваем не очень тугое тесто. Обмакиваю руки в растительном масле и рукой смахиваю. И замешиваю тесто. Прямо на стол положила тесто. Так, мягенькое такое кладу в эту миску. И в тёплое место отправляю до увеличения в 2,5-2 раза. Тесто подошло, увеличилось в 2 раза или больше даже. Вот такое одно пышное. Обминаю немного. И всё. И раскатываю пузырица, приятное тесто такое. Раскатываем где-то сантиметр толщиной. Вот я такую форму подготовила, застелила. И смазала растительным маслом бумагу и бока. В неё мы выложим тесто. Большое тесто. Теперь тут мы его разложим хорошо. Выровняем. Накрываю его полотенцем. Минут 20 дадим ему подняться. От отмеренных 600 грамм. Вот столько у меня осталось. Взвесила. Получилось 450 грамм пошло на тесто. Я подготовила 200 грамм твёрдого сыра голландского. Его необходимо нам нарезать определённым образом для пирога. У меня получились кусочки 3,5. Ну, на 3,5 порежем. Нарезаю. Нарезаю на такие кусочки, где неровно подровняем. Остатки все скушаем. Вот тоненькие два кусочки получаются. Вместе положим. Толщина как раз 1 сантиметр получается. Тесто подошло. Разрезаем на квадраты где-то 5 на 5. Как там у вас получается. Вот так. До низу. Я ножичек смазываю растительным маслом. Теперь берём каждый кусочек сыра подготовленный. И вот так. Вот здесь видно. Втапливаем его. Не просто кладём. А утапливаем. Вот так. Все кусочки сыра. Вот так. У меня есть и такие вот, видите, оставались кусочки. И их мы применим. Вот, уложила весь сыр. Теперь сейчас смажу желтком. Немного разведу его водичкой. Так, смажем теперь. Тесто хорошее такое. Пузырится. Просто на ходу растёт. Духовка нагрета. Моя печёт 200 и больше градусов. А вообще, градусов 200 выпекайте. По рецепту рекомендуется посыпать зирой. У меня, конечно, её нет. И никогда не было, я вам скажу. Но есть кунжут. Вот и посыпем кунжутом. Отправляем наш пирог в духовку. Минут на 40 ориентировочно. Это дрожжевое тесто. До подрумянивания приятного для вас. Пирог готов. Выпекался 35 минут. Разрежем пирог. Мягенький. Он даже разламывается вот так, как я прорезала его. Видите? Мягкий, мягкий. Остаётся пирожок попробовать. Сыр тянется. Тесто незабитое, мягкое, пористое такое. Просто пух. В общем, очень советую. Вкуснейший. Просто пуховое одеяло. Пирог. Так, с такими квадратиками. Пуховое одеяло. Мягчайший. Вкуснейший. Спасибо, что смотрели видео. Надеюсь, вы приготовите такой же пирог. Рецепт будет под видео, как всегда. Это очень простые ингредиенты. И надеюсь, вам понравится этот пирог. Так что смотрите мои видео. Заходите на мой канал. Нравится видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. И всего вам самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.